Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная звука. Вот настала пора сделать повторную дегустацию вот этого экзотического томата ананас нуар. Я первый раз его схватила, он был недозрелый и называла неправильно, называла ананас ноер. Читать не умею, не по-русски. Мне вот добрые люди подсказали, это ананас нуар, то есть это черный ананас. Конечно, это экзотика, про него написано, что цвет мякоти одновременно розовый, зеленый, желтый. Короче, вот такой экзотический окрас. Про него написано, что высокое содержание сахара, кислинка отсутствует, что вкус фруктовый. Подходит и для открытого грунта, и для теплиц. Коричневая шкурка, зеленоватый оттенок. Сейчас буду еще раз его резать, потому что первый раз я разрезала, они были не такой вот расцветки, а теперь видите, они стали более как бы... Они все равно пятнистые, с зелеными пятнами, да, но они более коричневая шкурка и больше подходит под то описание, которое дается им. Ну вообще везде официальное описание. Так, открываем. Этот вот такой. То, что томаты вот такие двухцветные, трехцветные, иногда получаются, даже не только внутри разная расцветка, но и снаружи, я поняла это первый раз по загадке природы. Она, загадка природы, ее разрежешь, внутри некоторое много малиновых. У некоторых одна полоска вот так вот извилина. Третью разрежешь вообще, кажется, желтое, одно малиновое пятнышко. И вот этот ананас нуар, тоже видите, как интересно. У всех по-разному. Вот у этого такое, у этого такое. Я сегодня их разрежу все последние, какие у меня есть. Я сорвала. И будем смотреть. Вот интересно, когда они были три дня до этого менее спелые, у них почему-то более яркие, внутри раскрас был. Сейчас еще вкус попробую. А сейчас вроде бы они полежали, я думала они будут более красного внутри. Нет, вот так вот. Ну ладно, будем такой пробовать. Сейчас я фото сделаю и будем дегустировать. Но визуально выглядят они, конечно, очень интересно. У какого-то плода, видите, розочка вот такая побольше, больше распустилась. У какого-то вообще полоска вот в виде маленького щеночка какого-то. Сейчас буду пробовать. Я сначала думала, что зеленые семянки, это значит признак недозрелости. Ну вот в прошлом году. Мне потом написали, что есть томаты, особенно черноплодные, с темной окраской. У них всегда вот эти семенные камеры выделены ярко-зеленым. Из-за этого они еще как бы декоративнее делаются, видите. Внутри красный, а тут прям темно-темно-зеленый. А тут вроде как желтый или какой-то там. Томат вкусный, да. Я первый раз его тут раз не распробовала. Ммм, вот этот самый вкусный. Даже, смотрите, даже с одного сорта, сорванные с одного куста, а вкусы разные. Первый вроде просто был такой, а вот третий этот плод прям сладкий-сладкий попался. Ммм, вот этот сильно сладкий. Короче так, сорт новинка, сорт экзотический. Я раскушать до конца его не смогла. Но вкус интересный такой. Ближе как к десертному. Потому что кислого действительно очень мало. И традиционного такого томатного вкуса, к которому мы привыкли. Семена не буду есть, очень дорогие семена, редкий сорт. У меня было всего два семечка в этом году. Вы знаете, кому сильно подойдет? У кого проблема с желудочно-кишечным трактом, кому нельзя кислые. Бывают же кислые люди поедят изжога. Или вот детки, которые кисленькие томаты еще не понимают, им же сладкие надо. Вот им оно понравится. Еще, возможно, им понравится, детям, из-за того, что он вот такой яркий. Ну все, растерзала все ананасы. Вот это черный... Ой, извините. Вот это черный ананас. Аманас Нойер США. Номер 348. Вкусненький и красивый. 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 Продолжение следует...